Благодаря этому конкурсу впервые за пять лет фонд библиотеки пополнился таким количеством новых книг. Были приобретены произведения русской классики, а также лучшие сочинения современных авторов и известная художественная литература о простых и всем понятных добрых словах и о достойных поступках. Приобретено было огромное количество, почти 500 экземпляров, даже больше литературы. И о ней рассказали деткам, всем практически, сделали обзоры, были электронные презентации на сайтах и в школах, и в библиотеке, естественно. После ознакомления юных десногорцев с новинками при помощи конкурса составили список самых популярных и интересных произведений. Отрывки из них дети зачитали на радио. В торжественной обстановке участники радиопроекта «Большая книжная энциклопедия» в мир духовной книги были отмечены памятными подарками, которые вручил им почетный гость праздника – отец Игнатий, настоятель подворья Спасо-Преображенского монастыря города Рославль. Хочется выразить искреннюю благодарность святейшему патриарху Кириллу и каждому, кто участвовал в этом проекте, пожелать, чтобы за громкими словами, которые вы произносите, стояла реальная вера и реальное активное участие в жизни прихода, в жизни церкви. Чтобы вы, прочитав определенные книги, пронесли с достоинством и честью все те слова, которые воспитали бы и в вас мужество, силу духа. Ребятам очень понравилось участие в этом библиотечном проекте. Они смогли не только окунуться в мир духовной литературы, но и получить колоссальный опыт при чтении произведений на радио. На радио я читала отрывок из произведения Юлиана. На самом деле там всё довольно интересно, но, наверное, больше всего мне нравится из православной литературы – это про ангелов, как они, возможно, появляются возле людей в нашем мире или как люди их видят. Сама люблю читать православную литературу. Татьяна Александровна предложила мне поучаствовать в записи на радио православной литературы. Она мне предложила несколько отрывков из произведений, и надо было выбрать. Я выбрал, который мне больше интересен, и читала его на радио. Мне понравилось само чтение на радио и, конечно, содержание произведения. Это не единственный проект, в котором принимает участие Десногорская детская библиотека. Мы славимся тем, что во многих проектах побеждаем. У нас были выигрышные проекты и в Росатоме, и в православной литературе, и гранд-президента совместно с обществом нашим Десногорским прекрасным ветеранов, инвалидов. И мы во многих российских проектах участвуем, корпоративных, библиотечных, я имею в виду. Это и «Подари ребенку книги», книгу, и библиотерапию. Это, в общем, огромное количество проектов, в которых мы участвуем. Благодаря инициативности и активной жизненной позиции сотрудников детской библиотеки, библиотечный фонд пополняется новинками, и десногорские юные читатели с удовольствием посещают библиотеку.